Опасный дом в самом центре города, на Володарского 24, стену разрушенного здания поддерживают только стволы деревьев. В администрации без согласия собственников дом не могут ни снести, ни признать аварийным. Ситуация, казалось бы, безвыходная. Путь решения искали на заседании рабочей группы в общественной палате. Когда рухнула крыша дома, сейчас уже не может сказать никто. А история разрушения тянется с 2000 года. Тогда вокруг начали строить многоэтажки, и три семьи получили квартиры. Остальных условий не устроили. Дом так и не снесли, а хозяева разъехались. Список лиц-собственников, он известен. Лица призывались к административной ответственности. На них накладывались административные штрафы для того, чтобы понудить собственников к надлежащему использованию своей собственности. Дом не могут признать ни ветхим, ни аварийным. Для этого собственники должны обратиться в администрацию с заявлением. А они этого не делают. Единственное, когда мы можем использовать бюджетные деньги для того, чтобы сносить данное здание или предпринимать действия по огораживанию и тому подобное, необходимо признать данную собственность безхозяйной. В прокуратуре, в отличие от администрации, уверены, что варианты решения этой, казалось бы, неразрешимой проблемы есть. Фактически, в принципе, можно в суде доказать, пригласив сюда специалиста БТИ, который прямо скажет, что объекта недвижимого имущества в настоящее время нет. Поскольку не будет объекта недвижимого имущества, это можно признать, повторяясь, только получив соответствующие судебные решения. Уже дальнейшие рычаги воздействия по аннулированию права собственности, то есть исключение записи соответствующей записи и рост реестров. Валентина Палкина, Вячеслав Голиков, Вести Киров.